Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Мы гуляем. У нас мороз. 2 января. Нужно уже прийти к нормальному образу жизни. После новогодней ночи как-то все так бурно, насыщенно. И мы потихоньку возвращаемся в привычное русло. Пока я катаю крестюшку. Сейчас покажу, чем занимаются дети. А что мы делаем? Мы красим снег. Добавляю в воду гуашь и красим снег. У нас такое развлечение. Каждую зипу. Но в этот раз не очень удачно, потому что мы взяли такие бутылки детской соской. Мы не взяли ничего из дома прокалывать. А так вообще удобно брать полторашки с водой, прокалывать тоненькие дырочки и тогда хоть обрисуйся. У нас вот такая пока сегодня проба пера. Снежинки красивые, да? Ой, красота! Мало. Ну, мало, конечно. Мало воды. В следующий раз надо полторашки брать и взять с собой иголочку или шило и прокалывать тоненькую дырочку в них. Ага. Какой-то делает детям горку. Насыпал снега уже так прилично. И сейчас они пробуют кататься. Ну, небольшая, но он все еще насыпает и что-то там делает. Такой молодец. Сказал им, накатывайте. Пошли накатывать. Ух! Не, ну ничего, прикольно. Далеко уезжают. Здорово. Детям счастье. Горочка во дворе. Так у нас кот сходит с ума и лезет нюхать одежду и обувь, когда мы приходим с улицы. Морозную, да, Максик? Да? Да. Протестировать этот мешок. Сто лет назад заказала Фаберлик и никак не протестирую. Хочу сделать в микроволновке картошку. Помытые картофелины в пакет и закройте. Поместите мешок, поместите в микроволновую печь. Что значит положите в пакет и закройте? В мешок они имеют в виду? Или еще надо в пакет класть? Так, поместите в микроволновую печь на 4 минуты. Аккуратно достаньте в мешок горячий пар. Ага. Не знаю, в пакет еще убирать, что ли, картошку. Я хотела просто мешок протестировать. Посмотреть, как он пачкаться будет. Они, наверное, имеют в виду мешок. Картошку помыла, сейчас положим. Положим картофелин. Такие, покрупнее, помельче. В принципе, еще одну можно было сюда, она бы влезла. Ну и таким образом будем класть микроволновку. Наверное, вверх карманчиком вот этим, я так понимаю. Поставила микроволновку на 4 минуты. Посмотрим, приготовится ли за 4 минуты. Вот так даже в мою маленькую микроволновку он, в принципе, влез и крутится. Кто тут ко мне ползет? Маленькая торпеда. Это уже осваивает все. Все и везде. Мы очень быстро пользуем. Миски кота. Постоянно приходится оттаскивать ее от миска кота. И хочется там уже все перевернуть и замочить сухой корм в воде. Это самое веселое занятие. Поэтому приходится глаз да глаз, да? Хочется, чтобы быстрее ребеночек подрос, освоил новые навыки. Но когда они начинают осваиваться, понимаешь, когда до 3 месяцев малыш лежит, это самое прекрасное время. Но нет, нет, все равно. Чем взрослее, тем интереснее и тем веселее. Да? Но уже встаем. Мы вчера самостоятельно встали. Вчера, получается, до 1 января. Она схватилась за диван и встала. Ровно в 7 месяцев, получается. Вот. И ей уже хочется идти. Она уже за все вот хватается за стул, сейчас схватилась, пытается встать. Да, сладкий. Мы уже хотим бегать. Не то, что ползать, как торпеды. 4 минуты, ну я что-то прям сомневаюсь, сейчас ножичком тыкну. Потому что у тебя нет, мягкий картофель. Но я люблю такой прям, еще помягче, скажем так. Действительно мягкий, хотя картофель не самые маленькие. Я еще на 2 минутки поставила. Как удобно, как быстро. Достала. Получается в общей сложности 6 минут. Ну и она готовая, да. Но мне, конечно, нравится, знаете, больше эффект в духовке. Она получается как на костре запеченная. Горяченькая, готовая картошка. Не, очень быстро, здорово. Пар идет. Красота. Пришел заказ с Озон. Ксюшка у меня ходила, забирала. Представляете, ей там дали шоколадку в подарок. Из-за чистого года, наверное, в пункте выдачи Озон. В общем, вы мне насоветовали очень много средств, которыми можно отмыть ванну. Вот первый, который пришел, это санфор. Еще знаю, девчонки посоветовали тоже некоторый уксус на ночь намочить бумажную салфетку, приложить туда. Но у меня нет уксуса. Вот куплю, завтра, может быть, и тогда сделаю. Первым будем пробовать вот этот с вами санфор. Перфект Глен. Посмотрим, как он справится, не справится. Сейчас залью. Так, еще здесь у меня, что здесь у меня? А, у меня еще здесь соски новые, крестюшки для бутылки, потому что мы с ней до сих пор... У нас две бутылки антиколик, авентовские, две обычные. Мы с ней до сих пор... Антиколик я поменяла, а в обычных так и не поменяла. Соски на те, которые с 6 месяцев. Нам уже 7. И мы, кстати, стоим. Мы уже стоим. Мы уже встаем и стоим. Думаю, скоро пойдем. Вот. Вот такие две штуки в наборе. Сейчас поменяем. Хоть, а то она бедная сосет. Сосет так долго, да, из малышковых этих сосок. Так, пойду заливать ванну. И еще сейчас покажу одну посылочку. Девчонки, санфором, вот видите, у меня где рассадник. Сама ванна чистенькая, беленькая, я все очистила. А вот здесь, вот этот вот налет, я чем только не чистила, когда мы только переехали, потом заболела, оставила все как есть, да. Вот. А сейчас первый у нас пошел санфор. Будем пробовать его. Вот такое вот пятно налета, которое... Оно, конечно, стало меньше. Я и фабриликом, и для унитазов, и для ванны белизной заливала, что я только не пробовала. Ну вот, по вашим советам, теперь буду пробовать и такие средства. Написано, выдержит не более 10 минут. Что-то там, что-то может разъесть. В общем, 10 минут засекаю. 16.04. Кстати, подарок от мужа на Новый год. Хоноровские часы с экраном Амолед. Я прям давно хотела. Классный такой ремешочек. Пудрово-розовый. Ну, написано коралловый, но он, конечно, пудрово-розовый. Вот. Так что я теперь с часами шаги считаю. Пришла посылочка от Био Бьюти. Кто не знает этот бренд, мы уже с вами обозревали. И здесь, в этой посылке, самое любимое мое, вообще, которое я только когда-либо пробовала, средства для очищения кожи. Да, опять к вопросу про очищение кожи. Сейчас откроем, все покажу. Вот она посылочка. И вот самый мой любимый продукт, который, кстати, относительно недавно кончился, потому что я не так часто им пользовалась. Он очищает кожу безумно круто и хватает эффекта надолго. Это гель для умывания минеральный. Био Бьюти. Это натуральная косметика, без перабенов, силиконов и так далее. С минералами в составе, с целебными травами и с солями. И вот этот гель для умывания, это просто, ну я не знаю, это что-то, девчонки. Это просто что-то. Кому интересно, вот за одну минуту глубоко очищает кожу от загрязнений широкого спектра, восстанавливает способность удерживать кожу влагу, возвращает коллаген, нормализует сухую нормальную, сужает пору. Он все это действительно делает. Это на самом деле крутой продукт. Выравнивает структуру, придает гладкость, оказывает профилактическое действие соотношение черных точек окне, усиливает эффект от последующего применения масок. Состав сейчас вам покажу. Так, состав, вот состав. Смотрите, кому интересно, на паузу нажмите и можете почитать. Он очень крутой. И второй продукт, который заказала, это гелевая маска омоложения, потому что мне нравятся все продукты, которые у них пользовалась. Но вот это вообще, вот кто не пробовал, прям очень рекомендую. Я ссылку на магазин оставлю, да, и сейчас мы с вами сделаем и очищение масочку. Гелевая маска с гиалуроновой кислотой, пептидами, шелкодном обновлении, подтяжки кожи лица. Круто. Через 15-10 минут насыщенная влага, свежая, упругая, гладкая, здоровая. После курса 10 процедур. Вообще все супер должно быть. И состав, кому интересно. Нет способа применения. Здесь уже состав побольше. На оптической стабилизации фокус не фокусируется. А еще у нас коробочка отблескивает. Ну, в общем, вот, кому интересно. Масло ши. Оно здесь в самом начале. В общем, класс. Мне очень нравится Био Бьюти, поэтому сейчас все будем с вами делать. Что, 10 минут ровно? Не скажу, что что-то сильно изменилось. Сейчас попробую почистить. Ой, запах ужасный. Нет. Пятно на месте. Санфору ставлю двойку из пяти, девчонки. Ну, вообще что-то никак. Фаберликовские средства гораздо лучше справлялись. Даже хоть чуть-чуть, но отъедали. Экспериментируем дальше. Держим следам. Залила фаберликовский гель для очищения туалета. Именно такой я не пробовала. Другой пробовала. У нас их несколько, да? Сейчас посмотрим. Может, чуть-чуть отъест еще. На гнездо на голове не обращайте внимания. Мне кажется, еще сейчас праздники так ходят. Так, с чего мы с вами начинаем? Мы начинаем с вами с чистки лица. Сейчас мы ее распакуем. Моей любимой чистки лица. Вот таким гелем. Но это гель. Не гель. Это такая минеральная композиция, где очень-очень много частиц. И именно мелких именно чувствуется, что это минералы. Вот как он выглядит. Его хватает очень надолго. Потому что, еще раз повторю, эту процедуру, я чаще, раза в 10 дней не делаю. Он у нас приходит заследированный, зафольгированный. Вскрываем. Способ применения. Нам с вами, по-моему, на влажную кожу нужно нанести массирующими движениями, если я не ошибаюсь, если я не забыла. Способ применения. Ополоснуть лицо водой, выдавить 1-1,5 см гелия, нанести на кожу, смыть теплой водой через 40-60 секунд. Даже написано, что может использоваться для кожи вокруг глаз шеи, декольте. Представляете, вот это вообще, это мой продукт. Не тестируется на животных, тут значок есть. Вот, значит, даже не написано, что нужно массажировать. Но я буду, потому что мне нравится. Домочила лицо. Так, выдавливаем. Смотрите, такого землистого цвета консистенция. Да? Наносим на лицо. Чуть-чуть еще. Может водичка литься, как у меня сейчас в данном случае. Вот, потому что продукт натуральный. То есть небольшое отслаивание происходит. И погнали. Много частиц, но они достаточно деликатные. То есть они не травмируют кожу. Практически не угловатые. Вот как на лице эта вся масса выглядит. Маленькие частички вы не увидите. Они настолько маленькие. Это соли. Это какие-то соли и минералы. И я помассирую. Я просто так оставлять это дело не буду. Мне очень нравится. Кожа потом просто, я не знаю, все-таки идеальная, обновленная. Не знаю, за счет чего. Но явно не за счет консистенции. Вот этой вот скрабирующей. Потому что у меня много было продуктов скрабирующих. И ни один так круто нечистое лицо. Видимо, за счет особой какой-то минеральной композиции. Веки, видите, тоже можно. Я, конечно, по ним бы прошлась, даже если было нельзя. Вы меня знаете. Так, еще чуть-чуть хочется добавить. Так. И как следует, я даже губы массажирую. Все шелушения уходят. На вкус, кстати, соленые. Сейчас попало чуть-чуть. Мне кто-то написал в комментариях из девочек. Спасибо за заботу, конечно, что брови так тереть нельзя, глаза так тереть. Ну, девочки, ну, мне не 20 лет, мне 36. И я тру так. Лет 15 из них. Точно. Вы видите, у меня морщины? Или вы видите, что у меня обвисла кожа? Или вы видите, что у меня стерся татуаж? Давайте как-то не будем мыслить настолько глобально и апеллировать общими понятиями. Потому что каждой коже нужен индивидуальный подход. Моя кожа любит так. Я буду тереть веки. Раз и навсегда, надеюсь, закроем эту тему. Но нет, все равно кто-нибудь обязательно найдется, кто напишет мне, чтобы я не терла веки. Я ценю вашу заботу, ваши советы. Я все прекрасно понимаю. Но мне вот так хорошо. Моя кожа любит, когда я тру и веки, и все на свете. И она себя от этого чувствует просто прекрасно. Так, ну все, даже кожа немножко раскраснилась, да, особенно в Т-зоне. С моим тут освещением таким прям, видите, вот краснота. Смываем. Заодно смыла какой-то эрликовский гель для унитаза с Иванной. Облилась я, конечно же. Нифига, девчонки, нифига. Надо покупать уксус, наверное, пробовать на ночь, так с уксусом замачивать. Мне мой напарник по работе советовала. Он, я ему доверяю, он торговал бытовой химией. И он сказал, что для таких вот не загрязнений, не знаю, как налетов, очень хорошо на ночь, да, приложить уксус. Так, дальше у нас с вами масочка. Кожа, девчонки, идеально чистая. Просто идеально. Есть покраснение, потому что я терла, да. Она настолько гладкая, все отшелушилось просто что только может. Она безумно гладкая, она просто, вот не знаю, как бархат на ощупь. Я обожаю эту чистку. Я вам искренне советую вот купить вот такое себе одно чистящее средство. Ну, чистящее для лица. И бед не знать. Но это, конечно, не для ежедневного применения. Для ежедневного что-то такое деликатное. И вот это вот раз в недельку можно делать, радовать свою кожу. Вообще просто шик. Гелевая маска с гиалуроновой кислотой, пептидовый шелк для обновления и подтяжки кожи лица и век. Вот так она выглядит. Это серия Mineral Life. У нас с вами и гель, и масочка. Тоже она у нас зафольгирована. Наносим на лицо. У косметики нет оттушек, поэтому запах может отпугивать. Гель практически не пахнет. А в масочке вот какими-то минералами пахнет. Не скажу, что прям приятно, не скажу, что отторгает. Но такой аромат действительно натуральный. Потому что мы знаем с вами много натуральной косметики, которая себя позиционирует как натуральную. Ничего общего с натуральной не имеет. И здесь сомнений вообще не возникает. Такого она цвета потрясающего. Тоже землистого, да? Разносим по лицу. После такого чистки, мне кажется, сейчас эта маска у меня впитается на раз-два. Консистенция такая, но гелево-непрозрачная, что ли, как вам сказать. Потому что сама масочка, она непрозрачная. Разносится хорошо, то есть ни кусками, ничего. Таким однородным слоем. Все нормально. Я такое сейчас лицо под загар. На веки обязательно, конечно, тоже нанесу. Вот, хорошо. Сейчас кожу минералами напитаем, травками лечебными. Ой, как здорово. Красота. Так, у нас здесь способ применения. Сначала делаем, а потом читаем, как всегда. Очистить кожу. Очистили, подсушить полотенце. Нанести необходимое количество маски на кожу лица и шеи при желании. Выдержать 15-10 минут. Смочить водой кожу в местах нанесения маски. С помощью спонжа снять маску с кожи. Ополоснуть водой, промокнуть полотенцем. Крем наносить при необходимости, по ощущениям. Ну все, 10-15 минут ходим. Классно. Масочки походила. Пока сделала еще и масочку для волос. Кое-где начинает подсыхать. Кое-где вообще впитывается практически без следа. Будем с вами ее смывать, смотреть на состояние кожи. Ну красота, девчонки. Я очень довольна и маской. Она увлажнила кожу. Она и не была после минеральной чистки сухой. Скажем так. Но сейчас какой-то вот элемент питания есть. Тон выровняла. Ну вообще класс. Мне очень нравится уход от Био Бьюти. Молодцы. Какие такие средства крутые. Прям вот персик, девчонки. Персик. Супер. Так, сейчас немножко протернизирую кожу. Био Си добиваю. Тоник. Не очень его люблю. Но добиваю. Типы тоже натуральный. Но, конечно, не сравнить с Био Бьюти. Так. Дальше у нас с вами сыворотка. One Week Miracle. У меня кто-то спросил артикулы под видео, девчонки. Я наизусть их не помню. А посмотреть у меня, допустим, на баночках возможностей не было. Да? Я написала название. Девочка пишет. Ой, жалко. Я хотела попробовать. Я ей пишу. Ну так попробуйте. Типа вы же не написали артикулы. А так найти нельзя по названию One Week Miracle. Я, конечно, понимаю, девчонки. Может быть, кто-то думает, что я для вас ходячая энциклопедия. Но я все артикулы не могу чисто физически помнить наизусть. Но это просто нереально. Я могу вам написать название. Вы видите баночку. Но это же легко. Зайти в приложение или на сайт и найти по названию. Это же очень легко. Даже не на сайт. Ночной крем. Google. Я иногда, если мне какой-то продукт интересен. Вот как я пинцет искала. Он, кстати, появился в этом каталоге с артикулом. Слава Богу. Фаберлик. Пинцет. Захожу в Google и пишу. Пинцет Фаберлик. Артикул. Google мне выдает. Все. Даже искать не надо. Ума никакого не надо прилагать. Девчонки. Поэтому давайте немножко друг друга будем уважать. И время друг друга тоже. Найти какой-то продукт, не зная артикул, абсолютно никакого труда не составлю. Так, нанесли кремушек ночной. Я сейчас, девчонки, делаю курс со скребочком гуаша. Прямо вот вижу результат и делаю курс утро-вечер обязательно. Потому что после того, как болела, мне кажется, еще пострадала кожа моя. Тем более, еще похудела. Боюсь, лицо обвиснет. Я вот такой вот заказала за 100 с чем-то рублей. На Ватберис или на Зон, уже не помню. Потому что у меня мой от Фаберлик был, но я его подарила. И по крему, он достаточно питательный и позволяет делать массаж, погнала. Вот эти части меня прям волнуют. Волнуют. И погнала делать массаж до красноты. По массажным линиям все как следует разглаживаем. Прямо как следует. Подтягиваем наше личико. И красота. Все тянем вверх. Оно у нас и так вниз опускается. Мы с вами все отблески тянем вверх. Все морщинки. Вот так. Жевательные наши мышцы разминаем. Носа, губочки. Я даже на веках делаю, девчонки. Тихонечко так. Нос даже делаю. Так. Все вверх. Я прям вижу результаты. Я очень довольна. Потому что ни один крем не даст нам такого результата, который дает массаж лица. Я очень люблю массаж лица ручной. И очень мне нравится гуаша. Вот это больше всего. На третьем месте вот этот массажер, наверное, розовый от Фаберлик. Ну и так далее. У меня еще есть баночка маленькая для лица. Знаете, такая как банка антицеллюлитная для тела. Вот. Она, кстати, я ее недавно нашла где-то, должна быть. Потом я ее попробую. Немножко вот так тихонечко разглаживаю веки. С уголка потом вот так вверх тоже подтягиваю, где у нас с вами мимические морщинки и есть. Так. И вот так. Вот красота. Мне прям... Я довольна. Если делать массаж лица регулярно, результат будет однозначно. И декольте потом. А здесь вниз по бокам. Посередине вверх, по бокам вниз. На декольте я тоже вижу результат. Потому что на декольте тоже есть морщинки. Как следует. Вот так. Еще посерединке. Можно второй подбородочек поразминать вот так туда-сюда. У меня его в принципе нету. Но что бы и не было. О, как покраснело. Еще подтянули. Подтянули. Красота. Ну, девчонки. Вообще красота. Люблю качественный уход за лицом. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, влог был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. Целую. Берегите себя. Пока-пока.